Холл Красногорской школы номер 16 больше напоминает склад. Повсюду целые лабиринты из коробок, заполненных продуктами питания и товарами первой необходимости. Все это гуманитарная помощь для жителей Донецка и Луганска, которую школьники, их родители и педагоги собрали сами в ходе областной акции «Доброе дело». У нас есть книги, и вот даже дети приносят там крупы, макаронные изделия. Они подписывают, что, дорогой друг, мы хотим, чтобы все это быстрее закончилось. Очень трогательно. Вот просто каждую частичку своей души в это вкладывают. По словам директора, в школе уже около тонны гуманитарного груза. Это не считая пакетов с продуктами, констоварами, средствами личной гигиены и игрушками, которые неравнодушные учащиеся и родители продолжали нести все утро субботы. Большая партия гумпомощи прибыла из подмосковного министерства финансов вместе с заместителем руководителя ведомства в качестве волонтера. Это работник министерства экономики и финансов. Это два патентства учреждения – централизованная бухгалтерия и аналитический центр наш. То есть мы все кинули клич, собрали, на машине привезли, рассортировали. А сейчас помогаем рассортировать то, что принесли еще другие люди. Есть люди, которым сейчас тяжело, которые долгое время переживали тяжелые события, войну. Сейчас они вернулись к нам как в беженстве. И мне кажется, долг каждого – помочь этим людям. Присоединились к компании и совершили доброе дело вице-губернатор Подмосковья, глава Красногорска и депутат Московской областной думы. Первые лица округа и региона с очередной доставкой гуманитарной помощи, объем которой по всем школам области составил 115 тонн. Акция не только благотворительная, но и воспитательная, отметил Дмитрий Владимирович Волков. Очень часто звучал вопрос, казалось бы, ты взрослый, задаешь вопрос ребенку, почему ты это делаешь? Потому что должно быть добро, потому что мы должны помогать тем, кто попал в беду. Потому что мы знаем, нас этому учили, что нужно помогать всегда ближе. Мы вот сейчас пообщались с родителями, которые сюда приходят вместе с ребятами. И важно, что одна из мам как раз рассказала, что именно сын ее, 10-летний, привел сегодня утром сюда, потому что через школу именно дети прониклись, что людям надо помогать. Поэтому, мне кажется, это очень важно, и именно сделать эту акцию через детей. Не только 16-я школа стала участницей областной акции. Лепту внесла каждая средняя общеобразовательная организация. Теперь весь собранный груз централизованно доставляется в окружной пункт приема гуманитарной помощи, расположенной в молодежном центре. Мы сегодня здесь уже принимаем и средства личной гигиены, детское питание, продукты питания – это крупы, сахар, молоко, консервы мясные и рыбные. То есть все, что первые товары, первые необходимости. Ребята принесли еще и письма, пожелания, добра, здоровья, мира всем. И, конечно, удачи во всех делах. Теперь волонтерам предстоит подготовить гуманитарную помощь к отправке в городской округ Домодедово. Уже оттуда, по словам директора центра, груз отправят на Донбасс. Вклад красногорских школ в общее доброе дело более 12,5 тонн.